Здравствуйте! В эфире Хабар-24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шойнусова. Сегодня в выпуске. Взорвалось колесо. Трагедия на дороге Туркестанской области. Очередной оружейный схрон. В Жамбовской области начали расследование. От 7 до 12 лет грозит двум скотокрадам, на счету которых десятки украденных лошадей. Наркоплантация в теплице. Что грозит Костанайцу? Две жизни унесла жуткая авария в Туркестанской области. Жертвами ДТП стали водитель и пассажир автобуса, который направлялся из Житусая в Астану. На 720-м километре трассы Алматы-Ташкент-Термес у автобуса Ван-Пул взорвалось правое колесо, из-за чего тот сбил металлический отбойник и следом врезался в задний прицеп грузовой автомашины МАН. Большой груз двигался по своей полосе во встречном направлении. Водитель автобуса погиб на месте. Пассажир умер чуть позже в больнице. Как избежать ДТП? Перед запуском двигателя проверьте исправность основных систем автомобиля. Будьте внимательны на дороге. Прежде чем перестраиваться в другой ряд, убедитесь, что соседняя полоса свободна. Будьте осторожны, когда рядом с вами в другой полосе движется автомобиль. Не забывайте включать поворотники при перестроении. Соблюдайте дистанцию. Не отвлекайтесь на дороге. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности. Полиция Жамбулской области начала предварительное расследование по факту очередного найденного оружейного схрона. На этот раз тайник с оружием был спрятан в одном из заброшенных зданий в селе Акарал. Обнаружить оружие и боеприпасы удалось при проведении ОПМ «Парасура». В числе содержимого был травматический пистолет «Стример» и четыре патрона разных калибров. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконные приобретения, передачи, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Проводятся следственные действия. От 7 до 12 лет грозит двум скотокрадам, на счету которых десятки украденных лошадей. Преступники орудовали в нескольких регионах страны. Поймать их удалось в полицейском области Улытау. Как выяснилось, от действий барымтачей пострадал житель Жанаркинского района, у которого те украли 29 единиц скота. Ущерб, нанесенный фермеру, более 1 миллиона тенге. По словам потерпевшего, неизвестные использовали для кражи грузовик с прицепом для перевозки лошадей. Часть животных и машину позже нашли в Туркестанской области. Как защитить скот от кражи? Свой скот необходимо отаврировать. Получить паспорта на лошадей. Хорошо укрепить загон для скота. Установить освещение и, по возможности, камеры видеонаблюдения. Чтобы оградить доступ похитителей к скоту. Не оставляйте на длительное время скот без присмотра. На пастбище организовать коллективный выпас скота. Если беда, все уже случилось. Незамедлительно сообщите о происшествии сотрудникам полиции по телефону 102. Необходимо сохранить следы преступления, следы взлома кошары, следы обуви преступника, орудия преступления, следы протектора шин, следы скота. Семь лет тюрьмы. Такое наказание может понести житель Костанайской области за хранение наркотиков. У мужчины изъяли 65 кустов конопли. Кроме наркоплантации в теплице, у мужчины обнаружено оружие и незаконная алкогольная продукция. В настоящее время в рамках начатого досудебного расследования по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта, наркотические средства, психотропные вещества и ханалгов в особо крупном размере назначена экспертиза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова